Всем привет! Ко мне приехали тут вот от Ливанты, ну вот эти вот флакончики. Буду немножечко, я так периодически делаю такие, типа разгрузки больших дорогих флаконов, потому что бывает мне много, буду в ближайшее время делиться. Я ставлю обычно такие средние цены, не самые завышенные, то есть и вам хорошо, и мне хорошо. Сейчас поедем в Бальдебате, попробуем, там приехало нам три бренда. Давно уже, но я все никак не рассказывала. Это Флорайку, потом вот это Телье Де Орс и венецианский купец. Я уже его окрестила, венецианский капец. Ну ладно, ничего ли даже не хотела снимать, как-то что-то. Ну сейчас вот еще раз попробуем, понюхаем, чем там оно все пахнет. Такие вот Делос Сантос, мне пахнет прямо вот этой вот деревяшечкой от Пао Санто, но без дыма. Как будто бы какие-то имятные такие вот аспекты. Очень приятный аромат. Мне понравился Делос Сантос, наверное, чуть больше, чем Айс Клоус, хотя оба не моя история. Вот этот похож на, не знаю, что там в пирамиде, но я чувствую ирис. И причем ирис такой помадный и в то же время сырой. Ирис какой-то сладостью, ну типа современная несахарная вани. Но, в общем, вот эта сырость такая помадная тоже не мое. Но вот как направление, может быть, кому-то это будет интересно. Ну и просто как мое мнение на этот счет. Меня удивил не очень в хорошем смысле Mumbai Noise, потому что мне это напомнило базу вот этих всех таких вот восточных древесных ароматов. То есть капелька, не капелька, а прямо такая древесина, может где-то там кожа, какая-то ут. Знаете, так вот часто во многих арабах или подкашивающих под это вот направление вот эта вот база выходит. Вот здесь это все в самом начале я не услышала ни конопли, там или еще чего-то такого, не помню, что там в составе, не смотрела. Но, в общем, тоже как-то удивлена. Мне, наверное, ближе все-таки старые вот эти вот запуски, там типа библиотеки, тюльпаны. Может быть, это тот же самый Flower Hood. То есть это вот мое. Ну и африканский балл тоже. Умемо, Корфу, ну, не знаю, мне даже сложно сказать, мне кажется, какой-то зеленью пахнет. Такой вот типа там базиликов и всего прочего. Как потом в базе он становится на коже именно, открывается больше как девочка, такая сильно-сильно разбавленная от киля. Но вначале я на него какие-то надежды вылагала, но что-то как-то немножечко порошково в итоге вот это пахнет. Флем, да, действительно есть отголоски Элиана, но все-таки Элиан химознее, мускуснее. Ну, как бы для мему мне показалось простоватый аромат. Мне больше нравится мой Мадурай. Очень нравится, я считаю, удачная покупка. Хоть это было куплено и вслепую. Но вот этим ароматом я просто вот наслаждаюсь Мадурайом именно. Я люблю Инли. Киду на меня не сел в итоге, мужская база. Сива мне нравится, но на мне никакой стойкости нет вообще. Тамаринда. Есть у Пьера Гийома аромат, называется Итабая. И когда я попробовала, думаю, что же мне это напоминает. А мне напоминает эта Тамаринда. Ну, тоже вот именно это направление, мне сложно сказать, что здесь, тут какие-то вот эти фужеристые, достаточно для меня резкие оттенки. То есть у меня от этого парфюма укачало. К нам приехал ателье Д'Орс. Достаточно много парфюмов. Я не все попробовала. Лунфелин. Вы помните, что у меня был этот аромат. Я его продала, потому что, как бы мне не нравилась вот эта смолистая ваниль, но в базе проглянул этот амбро-древесный материал. То есть где-то что-то очень сильно разбавленное, может быть, как вот в кирке вот эти вот материалы такие специфические. Я их улавливаю очень хорошо. И, к сожалению, в базе вот это проглянулось и затмило мне всю индивидуальность этого аромата. Ну, в принципе, неудивительно, потому что это 15-й год выпуска, как раз и год выпуска кирки, наверное, это было популярно. В общем, этот материал сейчас везде встречается. Ну, не везде, но часто. Но я стараюсь избегать парфюмов с подобными оценками. Что еще? Мне нравится, как ни странно, вот эта вот кожа ангелов. Вначале в ней есть что-то такое противненькое, а потом он вот из всего того, что я здесь пробовала, он открылся наиболее как-то так интересно и приятно. Не могу сказать, что это прямо-таки кожа. Может, даже больше похоже на подсушенную рыбью какую-то кожу и со сладостью такой специфической. Это очень такой необычный аромат, но я не могу его рекомендовать любому и каждому. Ну, да, что-то мне заодеколонило. Вот это тоже заодеколонило, вот это тоже заодеколонило. Ну, в общем, Руш-Сарай, Руш-Сарай, ну, такой сладкий древесный аромат, но мне казалось больше мужским. К нам приехали в Ларайку, но я очень рада вообще, что к нам приехали вот эти бренды. О, я продала, вы знаете, хотела очень попробовать Ян Энд, там что-то такое, короче, я уже не помню. Ну, что-то молодые там какие-то и прекрасные, именно этого аромата нет. Напомнила себе I Dream of Paris. Здесь прямо ощущается такое яблоко. Я вначале подумала, ну, где же это яблоко и роза? Когда я недавно варила компот ребенку из определенного какого-то сорта яблоко, вот прям пахло именно так. Но для меня этот аромат все-таки такой низкоподавляющий. Тут есть такие специфические химоны, немножко мне 90-е напоминающие. Ну, в целом, в целом, меня, наверное, все-таки больше привлекают ароматы в Bayeret даже и у кого еще. Даже тех же самых мемы, но не все, ну, там, пару-тройку хотя бы. Здесь я, наверное, больше ничего себе пока что не подобрала. У меня спрашивали, что у нас тут с свежим лютанцем. С свежим лютанцем пока есть. Наверное, это распродается остатки. Я покажу вообще, что именно есть. Ну, фактически, наверное, все. И лес, и лариличос, и сиротка, лякуш, флёрзаранс. Есть вот эта вот, как она называется, украсительница тигров, да, по-моему. Амбр Султан. Ну, в общем, много чего есть. Жирьи. Ну, вот этой новинки, которая вышла сейчас, именно ее нет. Естественно. Кстати, вот этот аромат Интедак пахнет каким-то таким фруктовым ладаном. Мне кажется, для любителей ладанов можно попробовать. Такой интересный. К нам приехал венецианский купец. Я сейчас покажу те ароматы, которые у нас есть. Я попробовала бренд в целом. Ну, это, кроме вот этих вот, в кирпичах, вот эти ароматы я не пробовала. Вот эти вот красненькие мне многие отдавали почему-то какими-то перепевками. Знаете, слышны были оттенки гипнотик, сенсуэль, что ли. Ну, то есть это уже что-то вот такое давно-давно известное. Вот этот аромат, мандарин, карнавал, карнивал, мне показалось вначале наиболее интересным. Очень яркие, такие динамичные цитрусы. Но потом он меня очень сильно утомил. Перл казался нежным, наиболее, наверное, нежным ходовым ароматом. Но, честно говоря, мало чего интересного. Вот этот вот аромат, мне говорили о том, что похож на классический паузон чем-то. Да, что какие-то отголоски есть, но в разы мягче и легче. То есть эти павлини перья, наверное, это как-то не совсем отражает суть этого аромата. Он какой-то такой спокойный, тихий. Ну, немножко не мое. Вот удивил вот этот парфюм, особенно его цена. Поначалу мне казалась такая, знаете, такая порошковая штука. То есть розы там особо не пахнет. Это прямо какая-то химия бытовая, порошок. Но он вместе с тем чем-то и цепляет. Мне кажется, вынесет мозг. Ну, конечно, мне не за эту сумму. Вот это уже не помню. А бурдин я их пока что не пробовала. Кстати, вот из таких сладеньких люксовых ароматов мне нравится все-таки больше всего вот уланкому идол аура. Вот из этих идолов я имею в виду. Лави были мне слишком как-то прикорные. Хотела перепробовать Фаренгейт, но нет тестера. Недавно спрашивали. И вот вообще Фаренгейт есть только в таком варианте. То есть колонь я не вижу. Я думаю, что надо будет еще зайти в Литуаль. Может быть в Ревгош. Я бы давно зашла в Ревгош. Но у нас почему-то убраны тестеры. Там приехали новые бренды. Мне уже давно про них говорили, что есть очень хорошие бренды. Надо пойти попробовать как-то. Ну, в общем, я думаю, что может быть в ближайшее время как-то получится. Может на этой неделе посмотрим. Хотела показать вам свои новые флакончики. Ну, может что-то удивиться. Потому что помните, да, у меня была распаковка Саншайн летом. Но я его продала потом быстро. Что-то мне там новое забрежило на горизонте. И я думаю, наверное, надуманно это была какая-то покупка. Потому что давно знаю аромат. И как-то так и хотелось, и вроде не хотелось. Но вот чем дальше я анализирую то, что мне нравится, я все-таки понимаю, что османтусовый аромат и мне нравится. А здесь он такой прикольный. С вот этим, с даванной, с ликерностью, с какой-то смородиновой, с ванилью. В общем, классно. Я себе купила вновь флакончик новый. Это у меня Аман 22-го года, с абрикосиками. Ну, вот хочу показать. Я думаю, что вот такие большие флаконы мне, конечно, надо немножечко подразгрузить. То есть, если кто-то вдруг хочет попробовать, или кто-то хотел отливантик, то можете мне написать, я с удовольствием поделюсь. То есть, еще у меня, ну, я оставлю под видео все ссылки. У меня есть в Телеграме такой небольшой каналчик, там, именно там, где я свое что-то продаю, либо делюсь там чем-то. Но я делюсь крайне редко. То есть, это у меня не на постоянной основе. Когда вот появляются вот такие вот большие для меня флакончики и с яркими ароматами, тогда я вот это делаю так иногда. То есть, я прямо, сказать, что прям распивами, там, какими-то специально я вот этим не занимаюсь. Но у меня все хорошее, хорошие атомайзеры. Все по правилам. Я делаю все как положено, потому что я знаю, как это делается. В общем, если нужно, то пишите. Вот еще у меня появилась Делина Эксклюзив. Я еще ее не показывала в видео, но я говорила о том, что мне нравится, ну, вот это направление, там, типа, атомной розы, да. Но вообще, первоначально я познакомилась вообще из Делин и вообще вот с такого типа же ароматами, именно с Делиной Эксклюзив. Она мне сразу понравилась. Тогда еще в Ялте в 2018 году есть ролик, когда у меня еще было там 3000 подписчиков. Вот, и я почему-то упорно покупала другие Делины. Делину Ле Розе, Делину А обычную. А вот с этой все как-то медлила. Но она вообще самая дорогая. И это, кстати, концентрация чистый парфюм. Хотя Ле Розе тоже была дорогая. Я ее покупала весной, потом продавала с большущей скидкой, разозлилась на марле, подумала, что вот, не буду больше ничего в них брать. Но просто надо было купить свой аромат, а не вестись на то, что вот, там, наверное, это будет еще лучше или что-то, как это говорится, лучше враг хорошего, да. Здесь я, кстати, обратила внимание на разницу пирамидок. То есть на фрагрантике есть ладан, уд и амбра в базе. Ладан, уд там в сердце. На самом деле, я посмотрела официальную пирамиду, здесь нет уда, а есть ветивер. Вот, может быть, поэтому мне нравится Делина Эксклюзив. Ладана тоже нет, и в базе нет амбры, зато есть ваниль, мускус и эвернил на минуточку. Но, допустим, атомную розу мне муж комментировал как запахом больницы, почему-то, хотя я этого не ощущала. А вот в этом аромате он тоже не чувствует особо вот этих бакаристых оттенок. Он больше уходит вот в эту зефирно-такую кисло-сладкую ягодную розу. Вообще потрясающий аромат. Мне он очень нравится, хотя он такой яркий, но красивый. И его, кстати, легче носить, чем атомную розу. Ну, Лоркистер Парфам, роза Драмбон, тоже вот. Мало отзывов сравнивают почему-то ее с этим, с розой ваниль от Мансиры. Ну, блин. У розы ваниль, вообще у Мансиры есть вот это свое ДНК, как у Монталь есть там свое, как у Теренца. Здесь вот этого нет. Зато здесь есть альдегиды, такие вот чисто нишевые. Ну, я бы, может быть, могла бы сравнить с гарсоновскими альдегидами. Знаете, которые так немножко ладно нам отдают. Они придают такой вот необычный оттенок. То есть, сразу чувствуется, что это такая какая-то хорошая штука. Но он игривый. То есть, это не в гарсоновском стиле. И не совсем в стиле Мансиры. Но он такой вот игривый аромат для свиданок. Тут и ром еще тоже придает пикантности. Красивая розка такая вот, не абабистая. В общем, классная. Так, и вот что я еще хотела показать. Мадурай, мема тоже. Но я прям очень довольна этим ароматом. Я говорила, что добавлю в ближайших роликах что-то о нем. Я его начала носить. Во-первых, он стал послаще, чем я его вначале воспринимала. Но эта сладость вот именно такая нектарная. Причем сделана уже современно, аккуратно. Фруктовость не примитивная. Здесь есть оттенки шалфея. И есть календула. И вот этот персик, и шасмин. И там может быть капелька тубероски. Но вот этот фруктовый, такой персиковый аккорд. Вот со всеми этими дополнениями. Очень приятно ощущается. Я сама от себя обалдею в этом аромате. Я вот, знаете, даже для себя сделала вывод, что когда вот поносила его несколько дней, думаю, купила хорошие духи. Вот, знаете, у меня было такое ощущение в нем. То есть, потому что бывают разные впечатления, что ну, хорошо, миленько там, ну, здорово. А вот это вот прямо я довольна. Несмотря на то, что покупка была вслепую. Вот, и он, и стойкие шлейфы, в общем, классные. Так, что я еще хочу показать? Ну, вот эти лабы я вам уже показывала. Тоже буду делиться. Они достаточно такие, как сказать, концентрированные. Вот так бы я их назвала. Поэтому даже несмотря на то, что это полтинники, я планирую немножечко ими и поделиться. Заодно, может быть, кто-то хотел познакомиться. Вот этот аромат Париж-Лос-Анджелес. Это с кока-колой, макаронами. И здесь чабрец. Интересное такое сочетание. Вот. И Месси Секси. Ну, у меня уже где-то ее вот так. Ну, тоже, в общем, если кто желает, я могу немножечко ей поделиться. Ну, там общие какие-то... Общий вот этот вот, чем я там делюсь, можете заглянуть, посмотреть. Ну, а так вот хотела просто показать вот новенькие вот эти вот флакончики. Мандурай, Саншайн и Делину. Вот. И я себе еще заказала кое-что. Догадайте с трех раз, что это. Это ганимет. Вот. Буду пробовать на себе. Ну, я не знаю, какая версия придет. Посмотрим мы по оформлению. Вот будет скоро, я думаю, видео, когда придет. Я сделаю распаковку. Все посмотрим. У меня есть, кстати, отливань... Не отливантик, а фирменный пробник именно. Ну, это еще из более вот этих вот ранних версий. Мне прям интересно будет сравнить, что там да как. И вообще, что мне придет, интересно будет. Еще у меня есть хотелки. И от мемо есть хотелки. И у Байреда есть хотелки. Ну, в общем, надеюсь, постепенно вот это все... Оно у меня появится. Так, посылаем запрос во Вселенную. Так, что я хотела сказать еще. Ну, в общем, я думаю, что следующие обзоры, вот именно, что там новенького приехало. К чему не хожу сейчас особо на вот эти задачи? Потому что мало. Мало очень приезжает нового. И если там за несколько месяцев что-то наскребается на ролик, то хорошо. Поэтому, ну, такое. Я знаю, что приехали цветные вот эти вот колонии. Карнер Барселона, Блитуаль. Ну, может, еще что-то там приехало. В общем, схожу как-нибудь на днях, что-нибудь поснимаю. Ну, может быть, удастся еще в Рикгош поснимать. Ну, все. Я желаю вам всего самого наилучшего. Оставляйте комментарии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok